Смотрите на канале Спорт. Пиатлон. Чемпионат мира. Звездный десант сборной России на снежной арене австрийского Хохпинцена. Теннис. Розыгрыш командного чемпионата мира. Первый раунд. Россия-Чили. Победители Кубка Дэвиса 2002 против олимпийских чемпионов Афиль. Скоро на канале Спорт. Телевизоры Акай. Мировое качество. Акай. Возвращение легенды. Ты думаешь, что знаешь все о своей любимой команде? Тогда тебе ничего не стоит набрать с мобильного 0618, ответить на вопросы и получить приз. При этом ты становишься членом фанатского клуба и принимаешь участие во всех мероприятиях. Живи жизнью своей команды. Набирай 0618. Здравствуйте, уважаемые зрители. Телеканал Спорт приглашает вас на биатлон. Подходит к концу восьмой этап Кубка Мира, который проходит в Словенской Поклюке. И программу этого праздника венчают гонки с общего старта у мужчин и женщин. Ну и для начала мы представим вам 15-ти километровую гонку среди мужчин. Вместе с вами за ходом ее будет наблюдать комментатор Роман Скворцов. Рекламент прост. Общий старт. 15 километров дистанция. Пять кругов по три километра. Четыре огневых рубежа предстоит пройти участникам сегодняшнего соревнования. Два стартовых протокола на ваших экранах. В теории в этой гонке должны были участвовать обладатели первых 30 позиций в общем зачете Кубка Мира. Но, как это часто бывает, жизнь вносит свои коррективы. Сразу о том, что немного расстроит российских болельщиков. В этой гонке сегодня не примут участие Сергей Рожков и Сергей Чепиков. Незадолго до начала гонки мы связались с руководителем Отечественной Федерации биатлона, знаменитым биатлонистом, прославным Александром Тихоновым. Он сообщил нам о том, что усталость накопилась у двух Сергеев, у наших заслуженных ветеранов, у Сергея Рожкова и Сергея Чепикова. Поэтому руководство нашей команды приняло решение предоставить им незапланированный, но тем не менее не, что называется, форс-мажорный отдых. Все в порядке, ребята чувствуют себя хорошо, живы, здоровы, но по своим каким-то тактическим соображениям руководство сборной приняло решение ребят от гонки освободить. Но это не значит, что будет она для нас скучна и неинтересна. Будем мы болеть за Николая Круглова, который стартует под пятым номером победителя гонки-преследования на этом этапе. Также мы будем болеть за Ивана Черезова, он уйдет в гонку под четырнадцатым номером, и Филиппу Шульману, у него двадцать шестой стартовый номер. Ну и нам представляют первую линию стартового поля, и, внимание, на ваших экранах великий и ужасный Олейнер Бьерн Даллен, легендарный норвежский биатлонист, который не принимал участия в гонках, которые проходили в поклубке до того, в спринте и преследовании, потому как в составе... Николай Круглов на ваших экранах, но я продолжу о Бьерн Даллене. В составе своей национальной сборной лыжегоночной защищал цвета своей страны на чемпионате мира по лыжным гонкам, которые проходят в Оберсдорфе. Выступил там Бьерн Даллен в гонке на 15 километров свободным стилем и занял в итоговом протоколе 11 место, уступив совсем немного победителю, 41 секунду, с учетом того, что победил профессиональный лыжник. Ну и на минуточку Бьерн Даллен опередил на дистанции лучшего нашего гонщика Николая Большакова. 12 секунд выиграл Бьерн Даллену Николая. И вот не прошел он отбор в эстафетную команду Норвегии и вернулся в Поклюгу, чтобы сегодня сразиться на дистанции 15 километров тем же самым свободным естественным стилем, но со стрельбой. Напомним, что у Бьерн Даллена действующая серия из пяти побед подряд на этапах Кубка мира и, естественно, является он фаворитом этой гонки. Второй масс-старт в ходе Кубка мира сезона 2004-2005. Премьера состоялась 19 декабря 2004 года в шведской Остерсунде на третьем этапе. Тогда победу праздновал Рафаэль Пуаре. Ну и наши Сергей Рожков и Иван Черезов заняли, соответственно, второе и третье места. Но сейчас все внимание на старт. Участники, 30 участников выстрелились, 3 шеренги по 10 человек. Старт дан. 50 метров преодолеют участники классическим стилем, пользуются исключительно силой рук и затем будут формировать пелотон. Есть некоторые особенности. У этой гонки, конечно же, создается большая толкучка на старте. Не существует вероятность того, что может быть падение, еще какие-то неприятности. И поэтому в несколько форсированном режиме приходится стартовать гонщикам, что, естественно, может сказаться на первой стрельбе. Тем более мы говорили о том, что в одном из наших репортажей, что не очень удобно здесь расположено стрельбище в Поклюке. Практически нет к нему такого подъезда, где можно собраться с мыслями, передохнуть, настроиться на стрельбу. Сразу с дистанции попадают биатлонисты на стрельбище и вынуждены стрелять. В этом отношении, конечно, повезло обладателям стартовых номеров. Пуаре, Фишеру, Бьердалину, Рико Гроссу, Николаю Круглову. Они могут, по крайней мере, катить до своей стартовой позиции и настраиваться. А вот Филиппу Шульману, 26-й его номер. Напомню, вот видите, и первое падение. Запутался там в лыжах один из биатлонистов, но разворачивается и бросается догонять. А вот Филиппу Шульману практически с корабля на бал. С дистанции на огневый рубеж придется выйти. Ну и вот видим мы на наших экранах 25-й номер. Француз Феррел Канар прорвался с третьей линии стартового поля. Бьерн Далин неподалеку. Контролирует он пока ситуацию. Он уютно расположился на очень удобной второй позиции. Позволяет полидировать Феррелу Канару, который осуществил прорыв из дальних рядов и возглавил гонку. Ну что же, пять французов, пять норвежцев, пять австрийцев принимают участие в этой гонке. Самое большое представительство имеет команда Германии. Сразу семь биатлонистов от этой страны поборются, думают, за победу. Трое наших и по одному белорусу, швейцарцу, итальянцу, американцу и китайцу. Феррел Канар по-прежнему тащит за собой пилотон в подъем. Никакой тут особенной тактической борьбы уже не ведется. Биатлонисты благополучно стартовали. Но за исключением того эпизода, свидетелем Коева, мы стали несколько минут назад. Я так думаю, что без особых разрывов придут участники на первую стрельбу. И очень непросто будет нам сориентировать за тем, что будет происходить на огневом рубеже. Но, тем не менее, постараемся, естественно, мы с вами это сделать. Нам дают повтор старта. Был там небольшой фальстарт у кого-то из биатлонистов. По-моему, там Рико Гросс немного опередил события. Но не думаю, что будут применены к нему какие-то серьезные санкции. Тем более, что, видите, Рико так и приотстал. Несколько умерил свой пыл и постарался затесаться в пилотоне. Но вот с этой точки видим мы, что и Николай Круглов немного раньше остальных рванул в бой. Но будем надеяться, что обойдется здесь все без последствий. Ждем мы участников на первой контрольной отметке полтора километра. Опять же, припоминаем, что всех вел за собой француз Канар. Следом Бьерн Даллен. Ну вот, видите, Феррел Канар продолжает идти впереди. Но и Вольф Кротман из команды Австрии теперь сам берет на себя бремя лидерства. Бьерн Даллен по-прежнему неподалеку. К нему, в свою очередь, паровозиком прицепились Свен Фишер и Рафаэль Пуаре, лидер общего зачета Кубка мира. Ну и обладатель красной майки лидера в номинации массовый старт, общий старт. Напомню еще раз, именно он стал победителем премьерной гонки с общего старта в этом сезоне. Итак, первая контрольная отметка проходит ее участники. Ротман, Бьерн Даллен, Андрессен, Фишер, Пуаре. Ну и где же наши? Иван Черезов на 19-й позиции. Филипп Шульман уже с небольшим отставанием 13 секунд. И вот Николай Круглов замыкает пилотон. Такое впечатление, что именно Коля Круглов стал жертвой этого происшествия в середине пилотона. Может быть, сейчас на этом повторе мы сможем что-то разглядеть. Но нет, здесь просто славянские лыжники в замедленном повторе дают нам то, как работают биатлонисты вот в этом подъеме. Прошу прощения, славянские телевизионщики. Но пока, конечно, особо показывать нечего. Ничего серьезного на трассе не происходит. Еще порядка километра предстоит пройти биатлонистам до первого огневого рубежа. И вот норвежцы потихоньку начинают прибирать инициативу к своим рукам. Командная тактика в действии. Почему нет? Ну и говорили мы уже опять же в наших репортажах о том, что не самая, в общем, сложная трасса по Клюке. Естественно, те, кто просто бегают быстрее, будут иметь некое преимущество. Но особенно на него рассчитывать они не могут. Лишние бонусы заработать ему трассы где-то в ряд. И здесь все будет зависеть от стрельбы. Улейнер, Бьерн Даллен и Фродо Андерсон возглавили пилотон. И пытаются его уже так разорвать. Ну и еще один норвежец. Вернусь я к событиям на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберсдорфе. Ларс Бергер отсутствует сегодня в стартовом протоколе этой гонки по причине весьма и весьма уважительной. Ларс Бергер занимает пятнадцатое место в общем зачете как-то мир по биатлону. И имел полное право стартовать сегодня. Но Ларс Бергер как раз прошел отбор в эстафетную команду Норвегии. И примет участие в ней, если не случится ничего экстраординарного. Ларс Бергер над дистанцией 15 километров в свободном стиле блестяще выступил в Оберсдорфе. Блестяще не только для биатлониста, но и блестяще вообще. Показал он четвертый результат, уступив всего 2 секунды третьему месту. Можете себе представить. И 17 секунд уступил он победителю той гонки. Итак, биатлонисты выруливают на стрельбище. Здесь они будут занимать позиции согласно своим стартовым номерам. Вот мы видим, что у Лейнар Бьерн Даллен сполна воспользовался тем, что довольно долго пришлось ему через стрельбище двигать к своей огневой позиции. Ну и что, первая стрельба из положения лежа. Никаких дополнительных патронов. Штрафные круги будут наказанием нерадивым стрелкам. У Лейнар Бьерн Даллен в своей манере палит, как из автомата. Заканчивает он свою стрельбу. Уходит на дистанцию без штрафа Рафаэль Пуаре. У Ивана Черезова уже два промаха, к сожалению. Николай Круглов на изготовке. Бьерн Даллен первым уходит со стадиона. Уже пошел отсчет отставания. Рафаэль Пуаре устремляется в ваконю. Далее Грайс, Дефран, Винсан Дефран. Еще один французский биатлонист. Жульен Робер, Рика Гросс, Свен Фишер, Аннар. Но Никаких Круглов отстрелял без штрафа. Это хорошо. Анди Бирнбахер из команды Германии замкнул десятку. Ну и смотрите, после первой стрельбы уже такие серьезные отставания пошли. Но виной тому, естественно, Лейнер Бьерн Даллен, который... Давайте посмотрим статистику. Уверен я, что он был одним из самых быстрых стрелков здесь. Но нет. Рене Лоран Вюллермо показал лучший результат в скоростейности. 23 секунды затратил он на 5 выстрелов. Но вот насколько он был точен, сказать сложно. Итак, видим мы первую восьмерку после первой стрельбы. Наших пока нет. Но Николай Круглов обошелся без штрафа. И поэтому из борьбы за самые высокие места он еще далеко не выбыл. Тем более помним мы, что Николай был лауреатом гонки-преследования. Вот теперь три стрельбы на то, чтобы преследовать Бьерн Даллена. Догнать Бьерн Даллена — это утопия. Ха, посмотрим. Будущее зависит от тебя. Море сметаны и сочная зелень в новых чипсах Лейс. Захрустишь, не устоишь. Привет. Моторол Рейзер В3. Тонкий намек на твое превосходство. Со временем ты меняешься. Меняются твои вкусы, твои потребности, твой стиль. Тариф индивидуальный меняется вместе с тобой. Единое федеральное предложение от Мегафон. Голосовая связь. СМС. ММС. Роуминг. Мобильный интернет. В минимальный платеж включены любые услуги. Абонентской платы нет. Тариф индивидуальный. Меняется вместе с тобой. Мегафон. Будущее зависит от тебя. Мужская 15-километровая гонка с общего старта плавно трансформировалась в огонь за Улейнером Бьерндаллином, который возглавляет пилотон после первой стрельбы. Преследуют его Рафаэль Пуаре и Микаэль Грайс. Ну а лучший из наших Николай Круглов чисто отработал на первом огневом рубеже. Проигрывает Бьерндаллину уже 31 секунду. Но ничего не потеряно. На 15-й позиции Николай Круглов. Филипп Шульман допустил один промах. Сейчас он занимает 19-е место. 48 секунд отставания от норвежца. И Ваня Черезов. Вот уж кому не повезло на первой стрельбе. Два промаха допустил Иван. И уже проигрывает 1 минуту 2 секунды лидеру. Вот такое впечатление, что Иван стал жертвой собственной поспешности, что ли. Слишком уж активно пытался он выбраться из этой мешанины, которая возникла после старта гонки. Ни для кого не секрет, что Иван Черезов всегда очень резво начинает. И из-за этого не всегда хватает сил ему на финише. Ну вот вторая контрольная отметка. 4,5 километра. Минует ее Бьерндаллин. Следом Пуаре и Грайс. Та же неразлучная парочка преследователей. Ну и смотрите, на вот этом отрезке, вот стрельбище до контрольной отметки, еще 6 секунд у Пуаре отыграл Улейнер Бьерндаллин. Приблизительно столько же привез он Грайсу. В общем, неудивительно, потому как друг за другом, как ниточка с иголочкой, пока идут по дистанции Пуаре и Грайс. Смотрим, удалось ли улучшить свое положение в гонке Николаю Круглову. Ну что-то... Да, был он в 15-м, вот появился Николай. Да, сохраняет он свою 15-ю позицию. Нет, даже пропустил вперед белоруса Рыженкова. 16-е время на этом участке Николая Круглова. Ну, в общем, не имеет это особого значения. Нас волнует в первую очередь... Динамика. Проигрывал Николай Круглов 30 секунд после первой стрельбы. Сейчас посмотрим, сколько проигрывает на отметке 5,4... Вернее, 4,5 километра. Да, 20 секунд уступил Николай Круглов Бьерн Далину. Филипп Шульман также немного подотстал. По-прежнему идет он на 19-ю позицию. Иван Черезов 23-й. А вот его как раз отрыв от Бьерн Далина вырос незначительно. Всего 10 секунд Ваня проиграл норвежцу. Итак, вторую контрольную отметку проходит на втором круге биатлонисты. 5,4 километра. Здесь оттопных изменений нет в расстановке. Но смотрите, еще за 900 метров еще 3 секунды Бьерн Далин привез Рафаэлю Буаре. Еще большая группа гонщиков сейчас прошла отметку 5,4 километра. Николай Круглов по-прежнему держится скромно на нацетых позициях. Да, вновь он 16-й. И смотрим еще 2 секунды проиграл Николай Круглов на этом участке у Лейнара Бьерн Далину. 52 секунды отставания. Но держится, держится Николай Круглов за Фроде Андрессеном. Очень быстрым биатлонистом. Который, кстати, на первом огневом рубеже допустил сразу 2 промаха. Что не помешало ему сейчас вновь идти вровень с чисто стрелявшим Николаем Кругловым. А ведь 2 штрафных круга это как минимум 45 секунд. Но все внимание на огневой рубеж. У Лейнар Бьерн Далин прибывает на вторую лежку. Видите, здесь запутался немного у Лейнар. Вновь он поехал к третьей огневой позиции. Но начиная со второй стрельбы уже по порядку прихода. На стрельбище занимают биатлонисты свои позиции. Итак, у Лейнар Бьерн Далин. Снег, но вот ветерок не очень сильный, не очень. Должен он, по идее, мешать биатлонистам. Бьерн Далин вновь закрывает все мишени очень быстро. И отправляется на дистанцию вновь лидером. На этапе Кубка мира в Антерсельве. Просто раздавил своих соперников у Лейнар Бьерн Далин. Выиграл он все три дистанции. Дизиальную гонку, спринт, преследование. И за три гонки из 50 выстрелов промахнулся Бьерн Далин лишь один раз. И вот сейчас точно могу сказать, что уже 35 выстрелов в Кубке мира отправил в цель у Лейнар Бьерн Далин. 35 выстрелов не может он промахнуться. Но вот Николай Круглов уже на изготовке. Давайте последим за его стрельбой. Браво Коля обошелся без штрафа. Филипп Шульман также без штрафа. И последний выстрел Ивана Черезова. Да, ну что же, здорово, здорово. Все наши вторую стрельбу проходят без штрафа. Правда, отстают они уже серьезно. Но Николай Круглов по-прежнему на 16 позиции. Минуту и две секунды проигрывает он у Лейнару Бьерн Далину. Шульман и Иван Черезов подтянулись к Николаю. Но вот теперь россияне сформировали такой ударный кулак. И могут они рассчитывать на то, что за счет слаженной работы команды приблизится к лидеру. На ваших экранах замедленный повтор у Лейнара Бьерн Далина. Вот видите, как раз тот эпизод, когда на третью стойку для стрельбы встал у Лейнар. Но вовремя поправился и сменил позицию Рафаэль Пуаре. Он обошелся без каких-то проблем с этим. Ну и что, сейчас мы увидим таблицу после второй стрельбы. Лидеры те же. Бьерн Далин, Пуаре, Дефран, Грайс, Фишер, Робер, Бернбахер, Нисотич. Наши ребята, соответственно, на 16, 17 и 18 позициях в минуте от лидера. Но гонка только-только прошла свой экватор. Будем надеяться на лучшее. АЛЕКСАНОГОННОГОННОГОННОГОННОГОННОГОННОГОННОГОННОГОННОГОННОГОННОГОННОГОННОГОННОГОННОГОННОГОННОГОННОГОННОГОННОГОННОГОННОГОННОГОННОГОННОГОННОГОННОГОННОГОННОГОННОГОННОГОННОГОННОГОННОГОННОГОННОГОННОГОННОГОННОГОННОГОННОГОННОГОН Продолжение следует... 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 Ну что же, на самом интересном месте убрали нам Мишень Ивана Черезова Точен Иван Это здорово Продолжает он погоню за Улейнером Бьерндаленом Тем более видели мы, как стреляли остальные биатлонисты Довольно много было промахов Чисто отработал и Филипп Шульман, и Николай Круглов Но, к сожалению, пока что-то не бежится Николаю Однако, будем надеяться, что отработает он на финишном участке как следует Итак, смотрим После третьей стрельбы Иван Черезов перемещается на восьмую позицию Одну минуту 15 секунд проигрывает он Улейнеру Бьерндалену 14 секунд проигрывает он идущему пятым Стиану Экхов И Винсанди Фран занимает третье место Ему Иван Черезов уступает 37 секунд Ну что же, можно побороться Можно побороться и зацепиться Свен Фишер везет на своих плечах Стиану Экхова Это мы наблюдаем борьбу за четвертое, пятое место в этой гонке Свен Фишер проигрывает Улейнеру Бьерндалену Почти минуту 59,1 секунды Неудачники стрельбы продолжают отматывать штрафные круги И вот, смотрим, впервые в этой гонке в восьмерке появляется российский флаг Появляется российская фамилия Ваня Черезов-Браво Ну и Филипп Шульман и Николай Круглов Немного поправили свои дела То ли еще будет Впервые Дирол в мини-пластинках С нежным вкусом свежесобранной скандинавской голубики Не удивляйтесь, если Скандинавия окажется ближе Дирол в мини-пластинках Путешествие по вкусам А еще попробуйте Дирол в мини-пластинках С сочным вкусом африканских цитрусов Море сметаны И сочная зелень В новых чипсах Лейс Захрустишь, не устоишь Продолжается мужская гонка на 15 километров с общего старта В рамках восьмого этапа Кубка Мира по биатлону Восьмым есть у Ивана надежда побороться Но если не с Бьерндаллином, то хотя бы за место на подиуме Верим мы в то, что Ивану это удастся Ну и одиннадцатое и двенадцатое место Филиппа Шульмана и Николая Кругова В общем, конечно Не могут радовать Болельщиков максималистов Но тем не менее Филипп Шульман вообще сейчас идет на свой лучший результат В этом сезоне Кубка Мира До этого у Филиппа Шульмана лучшим результатом был 14-й Который он показал на еще первом этапе Кубка Мира в Бейштолине Он был в 14-м в гонке преследования Филиппа Шульмана я имею в виду Сейчас 11-й В общем, в динамике неплохо Ну что же, на четвертом круге не очень рвет жилы у Лейнар Бьерндален До полторы секунды проиграл ему Рафаэль Пуаре Со стрельбища Ну и ждем мы Ивана Черезова, чтобы посмотреть Как изменяется его положение в гонке И его отставание от лидера Напомним, что на втором и третьем круге Иван Черезов шел в темпе у Лейнара Бьерндалена Винсан Дефран, третьей позиции 40 секунд уступает он у Лейнару Бьерндалену Сианекхов обошел Свена Фишера Уже минуту 4 секунды проигрывает он лидеру Вновь нам демонстрирует дуэль Рафаэль Пуаре и Улейнар Бьерндален Быстрее и значительно проводит норвежец изготовку Видели мы, что и придул он чуть позже Ну и стрелять начал Мы стрелять начали практически одновременно Какое-то время Лейнар потратил на выцеливание мишени Ну и смотрите, закончили синхронно Да, большие мастера, что и говорить Но и наши парни не промах Так вот, на отметке 10,5 километров Иван Черезов перемещается на седьмую позицию уже И по-прежнему, что приятно, продолжает Продолжает Иван Черезов идти в ритме У Лейнара Бьерндалена Одну десятую секунды Проиграл Иван На отрезке от третьей стрельбы До контрольной отметки 10,5 километров Ну и вот следующее Через 900 метров 11,4 километра контрольная отметка Смотрим, как развиваются события здесь Две секунды Рафаэль Пуаре проиграл Бьерндалену за 900 метров Винсант Дефран полторы секунды Ну и остальные биатлонисты еще не прошли Эту отметку Ну а у Лейнар Бьерндален прибывает на огневой рубеж Для того, чтобы отстрелять свою последнюю стойку Ну и Рафаэль Пуаре, видимо, тоже так сосредоточенно Подходит к огневому рубежу Надеется он, естественно, на то, что Подарит ему шанс у Лейнар Бьерндален Ну и с другой стороны Очень нужно и самому Рафаэлю Пуаре Отстрелять точно Приветствуйте чемпиона, дамы и господа У Лейнар Бьерндален одерживает шестую победу На этапе Кубка мира Вряд ли имеет смысл рассчитывать на то, что Прилетят инопланетяне и украдут у Бьерндалена сразу обе лыжи Ну и Рафаэль Пуаре Теперь задача его упростилась до предела Поразить пять мишеней Уже не поразит пять мишеней Уже на 150 метров Удлиняет себе путь ко второму месту Рафаэль Пуаре Ну и что Дифран дрогнул первым же выстрелом Ну и Иван Черезов Ждем мы Ваню И надеемся на то, что Ему повезет Скажем это так Визасан Дифран дарит надежду Дарит российским болельщикам Надежду на подиум Приступает к стрельбе Стянеков Черезов, давайте помолчим Ну что же, Иван Черезов не Бьерндален Он только учится Держался, держался Иван Черезов В ритме лидера этой гонки Но Один промах Один промах допустил он К сожалению, Филипп Шульман Мажет также последним выстрелом Но опять же, расстраиваться рано Биатлонисты, которые шли перед Иваном Черезовым И Эхов и Дифран Не избежали промахов Поэтому есть Есть еще возможность У Ивана Черезова Побороться с ними На дистанции Так, после четвертой стрельбы Иван Черезов Шестая позиция Минута 42 отставания от лидера И 14 секунд Иван Черезов проигрывает Свену Фишеру Многовато Но с другой стороны Что теперь экономить силы Вперед в погоню Иван Черезов Мы верим в тебя Также отрадный факт Филипп Шульман Переместился на восьмую позицию Николай Круглов Много-много уступает Бьерн Даллену Но 14 место И видите В принципе, есть тут клиенты Которых Николай Круглов Может Обойти И подняться повыше В итоговом протоколе Улейнер Бьерн Даллен Уже должен подходить К контрольной отметке 13,5 километров Но уже Не особо Интересует нас Отставание От него Гораздо важнее Как там складываются дела И у Ивана Черезова И отыгрывает ли он что-то У Свена Фишера Как показывает нам Улейнер Бьерн Даллена Это победа О которой Мы уже можем говорить Как о факте Свершившемся на 99,99% Станет Для Улейнер Бьерн Даллена 51-й на этапах Кубка мира И шестой подряд В этом Розыгрыше Ну что я говорить Фантастический Фантастический спортсмен Талантливые люди 14 секунд Предстояло ему Отыграть За 2 с небольшим Километра До финиша Задача сложная Но вполне Вполне Решаемая И так Улейнер Бьерн Даллен Продолжает свою Лыжную прогулку К очередной победе На этапе Кубка мира Рафаэль Пуаре Уступал ему 55 секунд И в свою очередь Выиграл у Свена Фишера Который шел Третьим 33 секунды То есть в принципе Рафаэль Пуаре За свою позицию Тоже может не волноваться Преодолевает он Вот этот Небольшой подъемчик Ну и вот Также В начале этого подъема Показались преследователи Первым идет Норвежец Надо полагать Это Стянек Который уже обошел Свена Фишера Соответственно Стянек У нас идет Третьим Увы и ах Это не Иван Черезов Это Винсан Ди Фран В свою очередь Подходит Свена Фишера И Где же наш Иван Ну вот смотрите Бьерн Даллен Сбавляет темп Рафаэль Пуаре Проходит Контрольную отметку 13 км В том же темпе С тем же отставанием Очень быстро бежит Стянекхов Он отыграл Уберн Даллен На 12 секунд Дефран Фишер И вот только сейчас Иван Черезов Слышим мы Как подбадривают Ивана Черезова Тренеры Ну что Вырос отрыв От третьего места Теперь Минуту 39 Минут 39 Проигрывает Бьерн Даллен 21 секунда До Пьедестала Но проигрывает Он уже не Свену Фишеру А Стяну Экхову Который Очень и очень Бодро Ну и Филипп Шульман Смотрите Перемещается На седьмую Позицию Опережает Филипп Ну допустим Такого Биатлонного Аса Как Рико Гросс Три секунды Уже выигрывает У него Иван Шульман Филипп Шульман Прошу прощения С учетом того Что Рико Гросс Признанный Снайпер Не промокнулся Ни разу На огневых Рубежах Ну а Филипп Вынужден был Пробежать лишние 300 метров Тем не менее Рико Гросс Он обыгрывает Ну и там Фродо Андерсон Парит чудеса Сейчас Фродо Андерсон Занимает Девятую позицию Пять промахов Допустил Норвежец Но тем не менее Борется он За место в десятке И вполне возможно Его займет 14,4 километра Контрольная отметка Ну а Бьерн Далин Уже Появляется В финишном створе И его Приветствуют И доброжелательные Словенские болельщики Которые Тепло Приветствуют Всех участников Соревнований Ну и Норвежские Фанаты Улейнер Бьерн Далин Король вернулся И показал Кто в доме Хозяин Блестящая победа 38 минут 44 секунды Потребовалось на то Чтобы добраться Улейнеру Бьерн Далину До финиша Для сравнения На чемпионате мира По лыжным гонкам Время победителя На той же дистанции На дистанции 15 километров Словодным стилем Было 34 минуты 50 секунд Ну конечно Эти сравнения Довольно условны Все равно Что сравнивать То сильнее Словно Ликит Но тем не менее Это биатлонисты Это их Лыжные гонки Их непрофессиональная Специализация Плюс Лыжников Трасса В Оберсдорфе Была значительно Сложнее Так что В общем Величина получается Вполне Вполне сопоставимая А вот с учетом того Что Бьерн Далину Приходилось Стратить время На стрельбу Очень и очень Достойный результат По скорости Показали Участники Этой гонки Рафаэль Пуаре Финиширует вторым Ну и Мощным Финишным руком Стян Экхов Выгрызает Третью позицию Едестал Сформирован В прогулочном темпе Финиширует Винсан Дефран Свен Фишер И вот Иван Черезов Приветствует Кого-то из своих знакомых Ну что же Иван Сделал все что мог Здорово боролся Минуту 40 В итоге он уступил Бьерн Далину Не склонен я Драматизировать ситуацию Филипп Шульман Финиширует Седьмым Ну что же Здорово Ребята молодцы Шульман показывает Лучший результат Для себя В этом сезоне В розыгрыше Кубка мира Не склонен я Драматизировать Промах Ивана Черезова На последнем Огневом рубеже Очень быстро Действительно Шел Иван По дистанции Не проигрывал Улеймеру Бьерн Далину Держался в его темпе Если бы Если бы Не те два промаха В первой стойке Николай Круглов В первой лёжке Прошу прощения Николай Круглов Приходит на финиш В тринадцатом Две минуты Проиграл К поле лидеру Но Тем не менее Ну что же Через некоторое время На старт Двенадцати с половиной Километровой гонки С общим стартом Прошу прощения За эту тавтологию Выйдут женщины У нас там Хорошие шансы На победу И мы Обязательно Будем с ними За них Болеть Никуда не уходите Оставайтесь На телеканале Спорт С вами У микрофона Дежурит Роман Скворцов До свидания Золотая медаль Олимпиады В Солк-Лейк-Сити Высшие ступеньки На пьедесталах Почета Трех чемпионатов Мира Второе место В общей Зачете Кубка мира В прошлом году Она не останавливается На достигнутом Лидер нашей сборной Идет к победе В борьбе За большой Хрустальный Глобус Ольга Пылева Кубок мира По биатлону Восьмой этап Трансляции Из Словении Только На канале Спорт Разбираешься в спорте Принимай вызов Объявляется поединок Между зрителями Телеканала Спорт Твой соперник Может находиться В любой точке России Сразись таким же Как ты В любое время Отправь цифру 7 на 40 Получи вопросы И ответь на них Быстрее своего конкурента Выиграй 7 поединков подряд И получи денежный приз Подробности на сайте НТР Спортрук Автосигнализация Шериф Только твоя машина Здравствуйте С вами информационная бригада Телеканала Спорт Студии Максим Демков Смотрите в нашем выпуске Биатлон Кубок Мира Бьерн Далин Выигрывает масс-старт За явным преимуществом Во вслед чемпионат мира Российский дуэт Не смог завершить сезон На подиуме Прыжки в воду Кубок России Но ухау организаторов Партнеров по синхронным прыжкам Определяет жеребие Сегодня в славянской поклюке Двумя гонками с масс-старта Завершается очередной этап Прозыгрыша Кубка Мира Последний перед чемпионатом планеты Вначале на дистанцию Продвижностью в 15 километров Вышли представители Сильной половины человечества После первого огневого рубежа Пилотон возглавил Оли Эйнар Бьерн Далин А лучший из трех российских участников Николай Круглов Покинул стрельбище 15-м На полминуты позже норвежца Лишь после третьей стрельбы Иван Черезов Пробился в десятку лидеров Переместившись на восьмую строчку протокола Все огневые рубежи Бьерн Далин миновал без промахов И финишировал в гордом одиночестве Прямую трансляцию женской гонки На 12,5 километров Смотрите на нашем телеканале Сразу по завершении этого информационного выпуска Сегодня последние комплекты наград Обрали своих владельцев И на первенстве Старого Света По биатлону с подробностями Наш корреспондент Александр Задорожный Испытание сибирским морозом Для участников чемпионата Европы Закончилось в последний день соревнований Спринт стартовал при критических минус 20 Во время гонки преследования поднялся сильный ветер Во время эстафеты метель И только индивидуальная гонка Началась при идеальных погодных условиях Предыдущие старты показали Европейцы для наших биатлонистов Мороз не соперники Когда тепло, конкуренция острее После первого огневого рубежа В лидеры выходит немец Карстен Пум На второй стрельбе он вновь бьет без промаха Россияне Сергей Садовников и Сергей Коновалов Уже отстают на несколько минут Только Павел Ростовцев сохраняет шансы на медали Но на последнем рубеже Пум вновь предельно точен Догнать его на трассе Ростовцеву не удается Хорошая погода Я хорошо бежал Я хорошо стрелял За меня хорошо болели Поэтому я победил Павлу Ростовцеву не повезло На последнем огневом рубеже Два промаха и россиянина обходит Павел Хурайт Из Словакии У Ростовцева в итоге бронза Не получился последний рубеж Даже не то, что не получился Я его завалил Но, к сожалению, так оно и есть И были ошибки Я их допустил Поэтому это поздно за это лишь только третье место Всю дистанцию индивидуальной гонки Анна Багали и Светлана Ишмуратова Прошли поднеистовые аплодисменты зрителей Ишмуратова, стартовавшая одной из последних Уже после первой стрельбы Заняла верхнюю строчку в таблице результатов И сумела удержать лидерство Это медаль у меня, так сказать, неожиданная Больше всего я не ожидала, что я могу выиграть в гонке, а не в спринте Я как-то больше надеялась на спринт, чем на гонку Если бы не три промаха, Анна Багали завоевала бы серебро Биатлонистка из Германии Сабрина Бухольц по дистанции шла гораздо медленнее Зато промахнулась всего один раз В итоге у нее второе место Анна Багали становится трижды бронзовым призером чемпионата Европы Александр Задорожный, Елена Власова, Новосибирск, Вести Спорт Сегодня на чемпионате мира по лыжным видам спорта Определились победители соревнований в мужском дуатлоне Кто из лыжников лучше всех бегает классическим и свободным стилем Вы узнаете, посмотрев трансляцию на нашем телеканале Которая начнется в 17 часов 30 минут по московскому времени На проходящем в Калгари чемпионате мира по бабслею Сегодня стали известны призеры в соревнованиях двоих Чемпионом мира оказался хозяин трассы канадец Пьер Ливдер Вместе с своим напарником Ласселем Брауном Он на 14 соток секунды опередил немца Андре Ланге Швейцарец Мартин Аннон третий Российский экипаж Александр Зубков Дмитрий Степушкин Остался за чертой призеров, заняв шестое место Россианин Виктор Кнейп стал девятым на проходящем в США Чемпионате мира по санному спорту Лидер нашей сборной Альберт Демченко Оказался только 37-м Сегодня Демченко более 4 секунд проиграл победителю Армину Тойклеру из Италии Для которого это уже пятый титул чемпиона мира в карьере Серебро досталось трехкратному олимпийскому чемпиону Немцу Георгу Хаклю Третье место занял еще один представитель Германии Давид Мюллер К этому моменту завершились три ответных матча 1-8 финала розыгрыша чемпионата России по хоккею с мячом После гостевого поражения от Казанской ракеты Со счетом 4-7 на своем льду Хоккеисты Сканифтяника добились необходимого результата И вышли в четверть финал В следующий этап турнира появились также Иркутская команда Байкал Энергии и Кузбасс из Кемерово Сегодня в Подмосковном городе Электросталь завершился розыгрыш Кубка России По прыжкам в воду последний день Объявились победители в синхронных прыжках с трехметрового камплина Что любопытно, пары составлялись путем жеребьевки Ребята знакомились друг с другом прямо перед соревнованиями В итоге золотые медали завоевали два Сергея Назин и Аникина Они оставили позади более именитых коллег К примеру, серебряные призеры Кубка России Крутяков и Кольцев Оба мастера спорта международного класса Радость есть определенная Все-таки Кубок России не каждый день он бывает Но не каждый раз мы его выиграем Поэтому, конечно, радость она присутствует Теннис россиянка Вера Зонарева стала победительницей Теннисного турнира в Мемфисе В решающем матче Зонарева в двух сетах Переиграла Меган Шонесси из США 7-6-6-2 Для 20-летней россиянки это третий титул в карьере На очереди новости европейского футбола О которых вы узнаете из обзора Николая Цапина Лидер чемпионата Испании Барселона На Камп-Ноу принимала Мальорку Главным творцом очередной победы каталонцев Стал полузачалок синегранатовых Деку Именно его два точных удара принесли Барсе Столь необходимую победу На 16-й минуте 27-летний плеймейкер Открыл счет А в 92-го тайма точным ударом Установил окончательный результат поединка Барселона побеждает 2-0 И продолжает уверенно выиграть Турнирную таблицу испанского чемпионата Главный конкурент Барсе в борьбе за титул Мадридский Реал В отчетном туре встречался с атлетиком из Бильбао Мактов не пался в победе Галактикос Но на деле вышло совсем по-другому В первом тайме голов забито не было А после перерыва в ворота Икера Кассилиаса К недоумению публики влетели один за другим Два мяча Счет открыл защитник сборной Испании Асьер Дель Орно А спустя 15 минут Андони и Раола упрочил преимущество гостей В итоге поражение Реал 0-2 Теперь Королевский клуб и Барселону Разделяют 7 очков Центральный поединок очередного тура Немецкой Бундеслиги состоялся в субботу На Олимпийском стадионе Мюнхена Лидер чемпионата Бавария Принимала своего извечного соперника Дортмундскую Боруссию Несмотря на то, что подопечные Берта Ван Марвика После зимних каникул еще не знали горечи поражений Продлить эту радостную серию Дортмундцы не смогли Уже к перерыву хозяева вели 4-0 Дважды отличился Рой Макай По голу на свой счет записали Хасан Салихамиджич и Клаудио Писсару Девюти второго тайма Макай оформил хитрик И как выяснилось позже Этот гол стал последним в матче 5-0 Бавария громит Дортмунд В чемпионате Франции продолжает разочаровывать Своих поклонников Парис Энджермен Накануне столичные футболисты на выезде играли со Страсбуром И потерпели поражение В первом тайме хозяева усилиями Нианга и Пажиса Повели 2-0 Не заставил себя долго ждать и третий мяч На 63-й минуте игры отличился Абде Сарки 3-0 Благодаря автоголу Лакура В концовке поединка парижане избежали крупного поражения Россиянин Сергей Семак провел на поле последние 15 минут В Кубке Англии в субботу прошли матчи 1-8 финала Эвертон на Гудисон-парке принимал Манчестер Юнайтед Счет в этом поединке был открыт в середине первого тайма Отличился южноафриканский легионер Манчестерского клуба Квинтон Форчун Достойного ответа сопернику хозяева найти так и не смогли А на исходе часа игры португалец Криштиану Рональду Установил окончательный счет встречи 2-0 победа МЮ Николай Цапин, Вести Спорт И в продолжение футбольной темы В 17 часов в 10 минут по московскому времени В прямом эфире радиостанции Маяк 24 На ваши вопросы ответит кандидат на пост Президент Российского футбольного союза Анзор Ковазашвили Не пропустите Ну а эфир нашего канала продолжит прямая трансляция Словенской поклюйки Женщины на этапе розыгрыша Кубка мира по биатлону Будут соревноваться на дистанции 12,5 километров С общим стартом Всего вам доброго Мегафон Будущее зависит от тебя Ты думаешь, что знаешь все о своей любимой команде? Тогда тебе ничего не стоит набрать с мобильного 0618 Ответить на вопросы и получить приз При этом ты становишься членом фанатского клуба И принимаешь участие во всех мероприятиях Живи жизнью своей команды Набирай 0618 Итак, в программе восьмого этапа Кубка мира по биатлону В славенской поклюке осталась непроведенной лишь одна гонка Женская на 12,5 километров с общего старта Я приветствую всех тех, кто присоединился к нам только сейчас Только что на ваших экранах в желтой майке лидера была В желтой майке лидера зачета, общего зачета Кубка мира была Кати Вильхельм Четверо наших примет участие в этой гонке Под вторым номером Ольга Пылева Под четвертым номером примет старт Ольга Зайцева Под 22-м в бой идет Юля Макарова И под 17-м, пропустил я, прошу прощения Под 17-м номером стартует Наталья Гусева За ходом этой гонки вместе с вами будет наблюдать комментатор Роман Скворцов Итак, старт дан И 30 биатлонисток отправились в путь за победой 50 метров отработали они классическим стилем И сейчас начнут втягиваться в трассу Было одно небольшое происшествие во время мужской гонки Но там, слава богу, обошлось без серьезных последствий Запутался кто-то из биатлонистов в лыжах Потерял темп Но, тем не менее, без фатальных последствий обошлось Но вот здесь этот старт не обошелся без конфуза Одна из биатлонисток так существенно отстала от пелотона Вполне возможно, что просто не успела она к месту старта вовремя И поэтому выпустили ее по факту прихода Итак, инициативу в свои руки захватила Урсула Дизель Биатлонистка из Германии Пятый стартовый номер у нее Ну что, и похоже Нет, здесь просто небольшой спуск Показалось мне, что падение было Но нет, все обошлось Пятый номер Урсула Дизель Ей не привыкать Тащить пилотон за собой Очень быстрая она биатлонистка Ну и Не можем мы не представить еще одну претендентку На победу в этой гонке Сандрин Баи Настоящая королева по клюке Выиграла она С большим преимуществом И спринтерскую гонку И вчера, несмотря на четыре промаха Довольно уверенно в одну калитку выиграла Сандрин Гонку преследования Две победы подряд у нее на этапе Кубка мира Аппетит приходит во время еды Почему бы Не выиграть и третью гонку Ну и тем более Сегодняшнее соревнование может иметь Значение В распределении мест в общем зачете Кубка мира Напомню, что возглавляет его Катя Вильхельм На счету которой 614 зачетных баллов 8 очков выступает ей Ольга Пылева Которая потеряла свое лидерство Как раз здесь по клюке После женского спринта Вчера несколько очков Ольга Пылева обыграла Пришла она Финишировала она в преследовании Седьмой Вильхельм была соответственно восьмой Два очка Ольга отыграла И сейчас остает на 8 очков 614 напомню Вильхельм 606 Ольги Пылевой И Сандрин Баи Которая После Спринта и преследования Добавила в свою очковую копилку 100 полноценных баллов за две победы Тоже рядом 590 очков у нее Проигрывает 24 Очка Кати Вильхельм И 16 очков уступает Сандрин Нашей Ольге Пылевой Ну и Урсула Дизель Гораздо быстрее чем В мужской гонке Разорвала пилотон Начинает он уже растягиваться В такую струнку Появляются просветы Смотрим мы Повтор старта Но здесь все без происшествий И вот сейчас На дальнем плане Должна была стартовать Еще одна биатлонистка Ну и смотрим мы Урсула Дизель Возглавила эту гонку Потащила всех за собой в подъем Но уже появляются Появляются просветы Которые К первой контрольной отметке Полтора километра Будут Я думаю уже Очевидны Итак Штурмует Очередной подъем Впереди Те же действующие лица Урсула Дизель Сандрин Баи Под восьмым номером Китаянка Ли Сяньин Также Одно из открытий Этого этапа Кубка мира Ну и Не можем мы не отметить Еще одну китаянку Ин Чао Кон Которая Вчера в преследовании Была второй И в общем Сбрасывать со счетов Ее никак нельзя Ну вот наши девушки Шестая Ольга Зайцева Седьмой идет Ольга Пылева Ну а трых здесь такой Скорее всего Символический Наталья Гусева Соответствует Своему стартовому номеру Идет Семнадцатой И Юля Макарова Вот За Юлю немного тревожно Она уже двадцать пятая Двадцать три секунды Уступает она лидером Но Опять же здесь Не величина Расстояния Играет роль А то что Самый конец Пилотона Забилась Юля Не смогла она вырваться С третьего ряда Стартового поля И застряла она За спинами Соперниц Но тем не менее Нужно собраться Нужно Юле Дотерпеть До стрельбы Четко поразить Все мишени Мишени И дальше на трассе Будет ей уже Посвободнее Итак После первой Контрольной отметки Сандрин Баи Лидер Уши Гизель Идет в одно время Люсяньин Секунду Проигрывает Катя Вильфель На четвертой Позиции С оставанием 2,6 секунды На пятой Груистов Кристенсен Норвежская Биатлонистка Шестая Ольга Пылева Седьмая Ольга Зайцева На восьмой Позиции Катрин Апель На девятой Мартина Белагов И замыкает Лидирующую десятку Еще одна Биатлонистка Из Германии Симона Денкингер Ну и смотрим мы Как изменились События Еще за 700 метров Денкингер Переместилась С десятой Позиции На шестую Обошла она И Ольгу Зайцеву И Ольгу Пылеву Проиграли Сандрин Баи На участке 700 метров Ольга Зайцева 4 секунды Уступила Ольга Пылева Чуть меньше 4 секунд Ну и как там Дела у Юли Макаровой Выбирается она Да, потихоньку Начинает выбираться На 23 Позицию С 25 Переместилась Юля И она кстати Проиграла Сандрин Баи Совсем немного Всего полторы секунды На этом участке В общем вырывается Постепенно Юля Макарова На оперативный простор Но внимание Первый огневой рубеж Стрельба Из положения Лежа И участницы Занимают стойки Согласно своим Стартовым номерам Видим как энергично Разминается перед стрельбой Лидер Кубка мира Катя Вильхельм Ну и Ольга Пылева Рядышком Так же Делает Изготовку Ну что же Давайте Помолчим И понаблюдаем За стрельбой Наших Елг Сандрин Баи Отстреляла чисто Пылева Также закрывает Все мишени Ольга Зайцева К сожалению Промахнулась Ольга Зайцева Первым же выстрелом Один промах Также у Натальи Гусевой Ну и что Пылева Первый устремляется За лидером На пару С Катей Вильхельм Но вот видите Лидирующее трио Этой гонки Зеркально противоположное У них положение В общем зачете Кубка мира Там бои Третья Пылева Вторая Вильхельм Первая Но здесь пока Все наоборот Смотрю я Как отстрелялась Юля Макарова Не вижу я Но будем надеяться Все у нее Обошлось Макарова Отстрелялась Чисто Лидирующая восьмерка На ваших экранах Первые семь Биатлонисток Отстреляли Чисто И вот Восьмое место Люсяньин Промахнулась Однажды Юля Макарова Переместилась На десятую строчку Ольга Зайцева Одиннадцатая Ну что же Начало положено Будем надеяться Дальше будет Только лучше Пробивная сила Холс Облегчит дыхание При первых симптомах Простуды И позволит вам Дышать свободно Холс Дышите свободно Попробуйте Новый холс Без сахара Новый холс Без сахара Дышите свободно Море сметаны И сочная зелень В новых чипсах Лейс Захрустишь Не устоишь Ассоциация предприятий Спортивной индустрии И компания Спорт Коммуникашн Групп Представляет Второй национальный форум Спортивной индустрии России И международную выставку Спортивных товаров И услуг Инспорт 22-25 февраля Москва Крокус Экспо Уникальные мероприятия Предназначены Для руководителей Спортивных клубов Производителей Дистрибьюторов И ритейлеров Спортивных товаров Строителей И управляющих Спортивными сооружениями Маркетологов Всех специалистов Спортивной индустрии Впервые в России Английская премьер-лига Ливерпуль Астон Вилла Топенхэм И другие Планируй успех сегодня Лидер российской биатлонной сборной Женской российской биатлонной сборной Ольга Пылева Везет за собой Катю Вильхельм В погоню За лидером гонки На 12,5 километров С общего старта Сандрин Баи 9 секунд 9 секунд Проигрывала Ольга Пылева Француженки По выходе С огневого рубежа Остальные наши Расположились Юля Макарова На 10 позиции 36,5 секунд Проигрывая лидеру Ольга Зайцева 11,37 секунд Но У Ольги Зайцевой Был один промах И на 17 позиции Наталья Гусева Также один промах Наталья допустила 48 секунд Проигрывала она Сандрин Баи После первой стрельбы И Сандрин Движется Контрольной отметке 3,8 километра Ольга Пылева И Катя Катя Вильхельм Находится в зоне Прямой видимости Это придает сил Когда Преследуешь Ну и дальше Мартина Глагов Тадея Бранкович Китаянка Китаянка Ху На шестой позиции Была Микела Фонца Люсяньин Еще одна китаянка Во время Первого репортажа Испоклюйки Стринтерской гонки Говорили мы Санфисой Рисовой Нашей прославленной Биатлонистой О том что Налицо Налицо прогресс Китайских Биатлонисток Ну что в общем Неудивительно В свое время Со сборной Китая Работал Нынешний наставник Российских Биатлонистов Валерий Николаевич Польховский Многому Научил он их Но вообще Китайцы Японцы Корейцы Очень любят учиться Это у них Крови Трудолюбие Жажда знания Видите смотрите Китаянка Ху перемещается Уже на четвертую позицию Обошла она Мартина Глагов Ну растут Отрывы Очень быстро Бежит Сандрин Баи 7 секунд Привезла На Ольге Пылевой Ну лучше всех Наверное Себя чувствует Сейчас Катя Вильхельм Которая Ни на шаг Не отходит От Ольги Пылевой Спряталась у нее За спиной Вряд ли Можно Можно сказать В воздушном Мешке Но тем не менее Очень комфортная На позиции Не приходится Катя Вильхельм Особенно Напрягаться Ну что Юля Макарова И Ольга Зайцева Синхронно Шагнули на одну Ступень Вверх В итоговом протоколе Юля теперь Девятая Ольга Зайцева Десятая И немного Поправила свои дела Наталья Гусева Пятнадцатая Она была На отметке 3,8 Километра Правда 11 секунд Уступила Она На отрезке В виде Рыбонки Сандрин Баи Но Тем не менее Вчера В гонке Преследования Француженка Чисто Отстреляла Только На первом Огневом рубеже Но затем В принципе Давала шансы Преследователям На то Чтобы ее настигнуть Четырежды Промокнулась Сандрин Баи В итоге Однако И конкурент Конкурентки Ее не избежали Неточности Поэтому Очень комфортно Прошла Всю дистанцию Сандрин Баи Еще Три секунды Выиграла Она Преследующих И ее Килевой И Катя Вильхельм Ну и смотрите Китаянка Ху Продолжает Прямо продолжает Нагонять Килеву И Вильхельм Хотя нет Держится тот же разрыв 12 секунд 13 секунд Китаянка Уступала Ольге Килевой На отметке 3.8 Но и через 900 метров Не изменился Этот просвет По прежнему Прибавляет только Сандрин Баи Вот она уже На второй стрельбе Здесь видите Показали Сандрин Где она Должна расположиться Для стрельбы Лежа Был В мужской гонке Небольшой такой Происшествие Едва у Лейнара Бьерн Далин Не перепутал Коврики для стрельбы Но вот сейчас Решили подстраховаться Организаторы Славянского этапа Сандрин Баи Первые два выстрела Отправляет точно в цель Появляется на смешении Ольги Килевой Катя Вильхельм Помолчил Ну что же Браво Ольга Чисто отстрелялась она На первой На второй Лежке Катя Вильхельм Делает нам Царский подарок Мажет первым же выстрелом Довольно долго Катя Выцеливала Мишени Но тем не менее Четыре остальных Патрона легли Точно в цель Юля Макарова Начинает стрельбу Первые два выстрела Точно Наталья Гусева Наталья Гусева На изготовке И Ольга Зайцева Как обидно Юля Мажет Последним выстрелом Ольга Зайцева Долго Выцеливает Последнюю мишень Закрывает ее Это очень хорошо И Наталья Гусева У нее один промок Уже есть Один штрафной круг Ну что же После второй стрельбы Немного изменилась ситуация Катя Вилькельм Уже шестая Ну А Ольга Пылева Довольно Уверенно чувствует себя На второй позиции Причем знаете Отыгралась Отыгралась немного Ольга 19,7 секунды Отставало Было преимущество Сандрин Беи На отметке 4,7 километра После второй стрельбы Ольга Приблизилась На полторы секунды Ну а теперь Преследует ее Совсем не быстроходная В этом сезоне Мартина Глагов Просвет между Ольгой и Мартиной Составляет 31 секунду Ну а Сандрин Беи Браво, браво Если она продолжит Стрелять в том же духе Вновь чемпион Боюсь Станет Победитель этой гонки Станет известен Заранее Не слишком ли рано Набрала Сандрин Беи Блестящую форму Сумеет ли она Удержать ее До чемпионата мира Вот в чем вопрос Причем это вопрос Конечно же Для Сандрин Беи Это главная боль Французских тренеров Нас волнует Как на чемпионате мира Выступят наши спортсмены Итак Восьмерка лидеров После первой стрельбы На ваших экранах Ну и мы Ненадолго прервемся И продолжим Наш рассказ Чуть позже Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Известно Что употребление сахара Может служить причиной Возникновения кариеса Так что же Есть меньше сладкого Не отказывайте себе В удовольствии Ешьте сладкое Если вам этого хочется Я считаю Что ухаживать за своими зубами Не так сложно Это обязательно Должно войти в вашу привычку То есть посещать стоматолога Чистить зубы Два раза в день И не забывайте Жевательную резинку Орбит После каждого приема пищи Орбит снижает риск Заболевания кариесом На 40% Стоматологи рекомендуют Орбит Ольга Пылева продолжает Вести погоню За лидером женской гонки На 12,5 километров С общего старта 18,5 секунд Ольга Пылева Проигрывала француженки Сандрин Баи После второй стрельбы Из положения лёжа Сандрин Лидер гонки Приближается к контролю Отметки 6,3 километра Но опять же Видит Ольга спину соперницы Это Должно Помогать ей Держаться И цепляться за неё Ну а остальные наши Девчонки После второй стрельбы Располагались на следующих позициях Ольга Зайцева Девятое место Одну минуту и две секунды Проигрывала она Сандрин Баи Далее Юлия Макарова 13 место Минута 22 Отставание от лидера И на 17 строчку Вновь к сожалению Откатилась Наталья Гусева И её отставание От Сандрин Баи Составляло Одну минуту 38 секунд 38 секунд Груистат Кристянсон Обошла Мартину Глагов Вышла она Похоже на третью позицию Ольга Пылёва Проходит Контрольную отметку 26,5 секунд Вырастает её Отставание От Сандрин Баи Восемь секунд Отыграла француженка У нашей биатлонистки На расстоянии от Стрельбища До второй контрольной отметки Но посмотрим Изменился ли отрыв Ольги Пылёвой От Кати Вильхельм Почему? Да потому что Ольга Пылёва Борется с Катей За лидерство В общем зачёте И выиграла Пылёва У Кати Вильхельм Сейчас я вам скажу Порядка 40 секунд Что у нас сейчас Немножко подсократилось Подсократилось Отставание Вернее Подсократилось Преимущество Ольги Пылёвой Но Несущественно Несмертельно И там 3-4 секунды Отыграла Кати Вильхельм У Ольги Пылёвой Ну Что можно сказать Пока Очень уверенно И грозно Выглядит Быстроногая Сандрин Баи Безукоризненно Отстреляла она На двух первых Огневых рубежах Но Чуть похуже Обстоят дела У француженки Со стрельбой Из положения стоя Процент Ниже у неё Так Существенно Ольга Пылёва Также стреляет Стоя Чуть хуже Чем лёжа Что естественно Но процент у неё Повыше А вот Катя Вильхель Как раз Любопытный факт У неё Всё в порядке Со стрельбой С положением Стоя Стреляет она Стойку Лучше Чем лёжку И поэтому Сбрасывать её Со счетов Ещё Очень и очень Рано Итак На отметке 6,3 Км Ольга Зайцева По-прежнему Девятая Юля Макарова Оттеснили её На 14-ю строчку И Наталья Гусева Откатилась На 18-ю Позицию Асандрин Баи Прибывает На Огневой рубеж И теперь Будет стрелять Из положения Стоя Ну посмотрим Как это удастся Француженке Внимательно Готовит она Свою винтовку К стрельбе Не может себе Это позволить Хорошая она уже Гандикап Себе создала Ну слышим мы Кто-то за кадром Говорит Ес, ес Естественно Российские болельщики Не радуются успехам Не радуются Удачам Конкурентов А надеются на успехи Своих И в полёвом На третьем Огневом рубеже Сердце ёкнуло Перед последним выстрелом Ольга Пылёва Решила сделать Переизготовку Но тем не менее Все мишени Поразила Ольга Вновь бросается Она в погоню За Сандрин Баи Которая уже Отмотала штрафной круг И ушла на дистанцию Отставание Ольги Пылёвой Сокращается До 14,9 секунды Смогла отыграть Ольга 12 секунд Но И француженка Показала Что она Не железная Ольга Зайцева Отстрелялась Чисто Это тоже Очень здорово Юля Макарова В огневом рубеже И смотрите Ольга Зайцева Перемещается На третью строчку 47 секунд Выигрывает она У Алены Зубриловой Из Белоруссии Мартина Глагов Также отстреляла Точно Пятое место 47 секунд Отставание От Сандрин Баи Ну что же Две наши девушки Поборются За пьедестал В этой гонке К сожалению Юля Макарова Допускает Один промах Удлиняет Она себе На 150 метров Путь к финишу И Наталья Гусева Мажет Предпоследним выстрелом Также оставляет Одну непораженную Мишень Но думаю Поборется Поборется еще Девушки Кати Вильхельм Седьмой результат Показывает она После Третьей стрельбы Одну минуту Три секунды Проигрывает она Сандрин Баи И Просвет Между Ольгой Кулевой И Катей Вильхельм Вырос Это Не может Нас не радовать Ну что же Все Как это часто бывает В биатлоне Будет решаться На последнем Огневом рубеже Чьи нервы Окажутся крепче Кто Окажется точнее Тот собственно И победит Победитель Как известно Забирает все В первую очередь 50 полновесных очков В общий зачет Кубка мира Сандрин Баи Лидер в гонке На ваших экранах Думается Придется ей сейчас Немного Помервничать Будет она себя Немножко сдерживать Не будет Я думаю Форсировать события Промах На первой стойке Должен был Прозвучать для нее Звоночком Да И еще один Огневой рубеж Впереди Будем ждать С нетерпением Но тем не менее Будем отслеживать Как Меняется Динамика Разрывов На контрольной отметке 8,8 Км Ну и вот Катя Вильхельм Продолжает Преследовать Лидера Продолжает Преследовать Ольгу Пылеву Которая Если бы гонка Закончилась Прямо сейчас Вернула бы себе Желтый Лидерский номер Мегафон Будущее Зависит Зависит От тебя Компания Спорт Коммуникейшн Групп Представляет Второй Национальный Форум Спортивной Индустрии России И международную Выставку Спортивных Товаров И услуг Инспорт 22-25 февраля Москва Крокус Экспо Уникальные Велоприятия Предназначены Для руководителей Спортивных Клубов Производителей Дистрибьюторов И ритейлеров Спортивных Товаров Строителей И управляющих Спортивными Сооружениями Маркетологов Всех специалистов Спортивной Индустрии Впервые в России Английская Премьер-лига Ливерпуль Астон Вилла Топенхен И другие Планируй Успех Сегодня Со временем Ты меняешься Меняются Твои вкусы Твои потребности Твой стиль Тариф индивидуальный Меняется Вместе с тобой Единое Федеральное Предложение От Мегафон Голосовая связь СМС ММС Роуминг Мобильный интернет В минимальный платеж Включены любые услуги Абонентской платы нет Тариф индивидуальный Меняется Вместе с тобой Мегафон Будущее зависит От тебя Ольга Зайцева Которая идет Третий Минует Контрольную отметку 8,8 километра 42 секунды Проигрывает она Лидеру гонки На 12,5 километра Француженки Сандрин Баи После Третьей стрельбы Уступала она Ей 39 секунд Не сильно Вырастают Отрывы Да Сандрин Баи Решила поберечь Силы перед последней Стрельбой По ходу этой гонки На этом участке От стрельбища До контрольной отметки Выигрывала она У своих преследовательниц Секунд По 6,10 Ну а сейчас Ольге Пылевой Привезла она Всего полторы Все решится Все решится В этой гонке На последнем огневом Рубеже До сих пор Сложно сказать Кто какое место Займет Но зато Совершенно точно Могу вам сказать Что после Третьей стрельбы Юли Макарова Еще одна наша Биатлонистка Занимала 14 Позицию Наталья Гусева 17 Ну а сейчас Две китаянки Замыкают Первую десятку И открывают Соответственно Вторую Катрин Апель 12 Результат Минута 49 Проигрыш Лидеру Ну и вот Юль Макарова Сохраняет Она за собой 14 Позицию Довольно Солидное У нее Отставание От Сандрин Баи Которая Движется К очередной Контрольной Отметке Ну вот видите Уже так Загодя Начинает Начинает Готовиться К стрельбе От исхода Который Зависит В этой гонке Многое Если Не все Ну и Катя Вильхельм Обладательница Желтой майки Лидера Общего зачета Кубка мира Ей тоже есть За что бороться Нужно Нужно Сокращать ей Отставание От Ольги Пылевой Выигрывать Как можно больше мест Напомню Всего ничего Восемь очков Разделяют Этих биатлонисток В общем зачете Кубка мира Сандрин Баи На огневом рубеже Да Усиливается Снегопад Это доставит Определенные трудности Биатлонисткам Мажет Сандрин Баи Первым же выстрелом Такая же ситуация Была у нее И на первой стойке Но затем Француженка Собралась И четыре пули Отправила Точно в цель Помолчил Ну вот видите Заменку Снег попал Похоже в прицел Выдувает она его Отсюда Ох Ольга Пылева Мажет Мажет Последним выстрелом Штрафной круг Предстоит ей преодолеть Мажет И Ольга Зайцева Сандрин Баи Уйдет На трассу Лидером А все было Счастье было Так возможно Но еще Естественно Не все потеряно Однако Ходом Француженка Выглядит Очень легко Лидером Уходит она На дистанцию После четвертой стрельбы Зубрилова Дважды промахивается Катя Вильхелем Берет себя в руки Закрывает все мишени И Катя Еще поборется С Ольгой Пылевой За вторую позицию Ну и Ольга Зайцева Уже должна была Отмотать Свой штрафной круг Но нет Катя Вильхельм Уходит на дистанцию Третьей Ну что же Повторение пройденного Это Этот расклад Мы уже видели Сандрин Баи Быстроногая Сандрин Баи Впереди За ней В 12 секундах Ольга Пылева Которая в свою очередь Выигрывает 12 секунд У Кати Вильхельм Ольга Зайцева Уступает немке Еще 4 Но Мартину Глагов Мы в расчет Не берем Бежит Мартина Не быстро Юля Макарова На огневом рубеже Приступает К стрелковым упражнениям Также на изготовке Наталья Гусева Молодец Юля Поражает она Все 5 мишеней Поборется Я думаю Наша Молодая биатлонистка За место В десятки По итогам Этой гонки Наталья Гусева К сожалению Уже Промахивается Один раз Но этот промах Остается у нее Единственным На четвертом Огневом рубеже Юля Макарова Да Десятое место у нее Минута 25 Отставание От лидеров Ну с кем здесь Может побороться Юля Ну конечно С Михаилой Понцей Зубрилову Достать будет Наверное Тяжело Но тем не менее Нужно пытаться Пытаться Держать в уме Что Где-то там Впереди Мартина Глагов С этим подъемом Пытается Пытается она Настигнуть Сандрин Баи Невероятно Тяжело Будет это Сделать Да Да Но дождемся Контрольной отметки Чтобы понять Как меняется Ситуация В этой гонке Визуально Кажется Что сокращает Катя Вильхельм Свое отставание От Ольги Пылевой Но Будем надеяться Нам это только Кажется Тем более Здесь подъемчик Поэтому Расстояние Хоть и небольшое На глаз Но Требуется Гораздо Больше времени Чтобы его Преодолеть Ну и Ольга Зайцева Упрямо Карабкается В подъем Ориентируется Она на Желтый номер Кати Вильхельм Ждем мы На контрольной отметке Сандрин Баи Ну и Ну и После четвертой стрельбы Наталья Гусева По-прежнему На 17 позиции Просто удивительная Стабильность Это Говорят Говорят В общем Пылевый 6 десяток секунд К стадиону К стадиону В Австрии Был шанс У Ольги Пылевой Но последний выстрел Последний выстрел Удлинил Удлинил путь Ульги Пылевой На 150 метров И так же И этого не хватило Сандрин Баи Берет французский флаг И приветствует Всех зрителей Которые Стали ее Стали свидетелями Ее Триумфа Три победы Спринт Гонка Преследования И гонка С общим стартом Молодец Сандрин Но Так же Приветствуем мы И Ольгу Пылеву Которая занимает Второе место Опережая Катю Вильхельм Пьедестал сформирован Ждем мы на финише На финише Ольгу Зайцеву Ну и что у нас здесь Произошло В общем зачете Кубка мира Еще на три очка Ольга Пылева Сократила свой Отрыв От лидера Общего зачета Немецкой биатлонистки Теперь Ольга Уступает ей всего Пять очков Ну и Сандрин Баи Отыграла В свою очередь У Кати Вильхельм Семь очков То есть борьба За хрустальный глобус Женщин будет Очень и очень Жесткой Симона Денкингер Финиширует С пятым результатом 44 секунды Проиграла она Лидеру Победительницу Лидеру победительницы Этой гонки Сандрин Баи Очень кучно Финиширует немки Клинивается между Денкингер и Мартина Глава Гру Истат Кристиансен Из Норвегии Мартина Глагов Подтвердила Своё Реноме Снайпера Ни разу Не промахнулась Она ни на одном Из огневых Рубежей Но вот Ходом Не блистала Она Ну и ждём На финишу Юлию Макарову Которая занимала Десятое место Да Юлия Макарова Отмечаем мы Её Десятое место К сожалению Были Юлия Макарова Небольшие Срывы На гнилых Рубежах Два промаха Она допустила Могла Имела все шансы Подняться Повыше Ну и заканчивается Гонка Две китаянки Сфинишируют На 13-й 14-й Позиции Юлию Хозяйка трассы Тадея Бранкович Финиширует 15-й Ну и где-то Должна быть Последняя Из наших Участниц Наталья Гусева Так похоже Да Вот она Финиширует Не удалось ей уйти С 17-й Позиции Но тем не менее Напомню что 30 Биатлонисток Стартовали В этой гонке 30 лучших По Результатам В общем зачете Кубка мира Естественно Как и у мужчин Не обошлось Здесь Без Пустой Этапов Так например В этой гонке Лив Грета Пуаре Которая кстати Если бы Вышла на старт Надела бы Красную майку Лидера Номинации Старта Именно она Стала победительницей Этапа В шведской Торсунге Торсунге ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После второй стрельбы Сандрин Баи еще упрощила свое преимущество над Лив Грет Пуаре. Оно уже составило минуту и 15 секунд. Китаянка Кун Ин Чао идет третьим с отставанием от Баи минуты и 22 секунды. И Стат Кристиансен из Норвегии четвертая, лучший из россиянок Ольга Зайцева только пятая. Два промаха у нее на второй лежке. И Ольга Пылева потихоньку перемещается. Она также промахнулась на каждой лежке по одному разу, но перемещается вверх, так сказать, по турнирной таблице. Она уже седьмая. На 12-м месте Наталья Гусева, Ульяна Денисова 16-я, Екатерина Юрьева 17-я, Юлия Макарова 18-я. Вот так очень много наших в первой двадцатке, но подобраться к первой тройке пока не получается. Лихо очень мчит по дистанции Сандрин Баи. Видимо, хорошо лыжи у нее катят. Ну что, здесь в поклюке вообще с мальчиком работать непросто. Здесь вам и лес, и тени, солнце сегодня то выглянет, то покажется. Ну вот, видимо, у Сандрин Баи сейчас проблем с лыжами нет. Ее мы видим следующую контрольную отметку, которая она уже проскочила. Это отметка в 5100 метров. Вот бегут цифры, каждая из которых обозначает все растущее преимущество Сандрин Баи. Видимо, над Ливгред Пуаре. Хотя и Пуаре сейчас будет непросто. Ее будут активно прессинговать и Кун Инчао, и Гро Истат Кристианссон. Ее подруга по сборной команде Норвегии. То, что Сандрин Баи выигрывает больше минуты у своих преследователей, честно говоря, даже и сомневаться не приходится. Вот вопрос только сколько. И, конечно, нас очень сильно волнует, как же сейчас идут россиянки. Пока лешка не очень ладится у россиянок. Промахи есть, в принципе. Я напомню, что даже и Сандрин Баи на второй лешке промахнулась. Но впереди еще стойка. Итак, Ливгред Пуаре под восьмым номером. Вот она пересекает, наконец, еще больше выросло преимущество Баи над Пуаре. Уже минута 22 секунды. Именно столько составляет лидерство француженки. И вот она, китаянка Кун Инчао. И следом за ней еще две спортсменки. Гро Истат Кристианссон и Ольга Зайцева. И тут они прям большой группой. Зайцева уже на минуту 40 отстает от Сандрин Баи. А ведь было всего лишь 32 секунды на старте. Французенка сегодня великолепна. Пока. Как идут остальные россиянки, мы увидим. Кстати говоря, Баи уже проскочила отметку в 5700 метров. И скоро попробует свои силы в первый раз как раз в стойке. Катрин Апель. Шестая. Она, в общем-то, шестой и гонку начала. Пока Промахов не избежал ни один из лидеров. Лифгред Пуаре промахнулся второй лёгкой. То же самое сделала и Сандрин Баи. Вильхельм. Вильхельм седьмая. Ольга Пылёва сейчас впереди. Катрин Вильхельм. С 15-го места на седьмое поднялась Ольга Пылёва. Очень неплохо. А между тем Сандрин Баи приступает к стрельбе в третий раз. Заряжает она винтовку. Присел на корочки. Встал и так стреляет стойка у Сандрин Баи. Медлит француженка. Не торопится. Ну что, два промаха у Сандрин Баи. Это, конечно, шанс выигрывает намного. Шанс, конечно, её не обойти. Два круга она сейчас быстро проскочит. А соперницам ещё и отстреляться нужно как следует. Не приблизились пока к стрельбищу. Ни Лифгред Пуаре, ни Кунын Чао, ни Истат Кристианссон и ни Ольга Зайцева. Вот Сандрин Баи наматывает свои штрафные круги. Два промаха. Ну, в общем, не железная француженка. Но бежал бы она потише. Были бы шансы у тех, кто за ней уцепился, кто её преследует. Но пока уж больно здорово проскакивает дистанцию Сандрин Баи. Просто летит по лыжне. По-прежнему не приступил ещё никто к стрельбе. И вот только Лифгред Пуаре сейчас начнёт стрелять. Вот только-только Норвежка появилась. И ещё три биатлонистки. Среди них, конечно, Зайцева. Смотрим, как Пуаре стреляет. Пуаре допускает один промах. И Ольга Зайцева отстрелялась очень быстро. А главное, отстрелялась без промахов. Отлично, правда, Кунынчао тоже не промахнулся. Ещё одна Ольга стреляет. Пылёво мы смотрим. Здесь же Хенкель, Апель и Вильхельм. У Ольги Пылёвой один промах. Кстати, у Вильхельм мы видим два. И вот сейчас ближайшая преследовательница Сандрин Баи, Ольга Зайцева. Здорово. Правда, её отделяет совсем небольшое расстояние. Какие-то буквально доли. Десятые секунды от китаянки Кунынчао. Здесь же Лифгред Пуаре. Ну, а игру Истат Кристенсона встаёт уже довольно существенно. Шестая немка Хенкель. Стреляют наши россиянки. Сандрин Баи ещё и отстрелялась довольно споро. Ну, а на третьей стрельбе вновь Екатерина Юрьева стреляет очень быстро. Итак, Ольга Пылёва находится на восьмой позиции. После третьей стрельбы Наталья Гусева девятая. Как прочие наши биатлонистки мы сейчас увидим. Преимущество Сандрин Баи над Ольгой Зайцевой составляет 40 секунд из 7 десятых. Ольга Пылёва отстаёт от лидера на полторы минуты. Это много, но нас ждёт ещё одна стрельба. Вот, может быть, если повезёт, то Ольге Зайцевой будет шанс зацепиться. Ассоциация предприятий спортивной индустрии и компания Sport Communication Group представляет второй национальный форум спортивной индустрии России и международную выставку спортивных товаров и услуг InSports. 22-25 февраля. Москва. Крокус Экспо. Уникальное мероприятие предназначено для руководителей спортивных клубов, производителей, дистрибьюторов и ритейлеров спортивных товаров, строителей и управляющих спортивными сооружениями, маркетологов, всех специалистов спортивной индустрии. Впервые в России английская премьер-лига, Ливерпуль, Астон Вилла, Тоттенхэм и другие. Планируй успех сегодня. Электроинструменты из Германии. Д-В-Т. Чувствительная кожа. Устанавливаем режим номер 6. Бритва FiliShave Sensatec подходит для любого типа кожи. Новая FiliShave Sensatec. Создана для комфорта. Купив любую бритву Филипс и прислав штрих-код, вы можете получить в подарок внедорожник. Каждому участнику швейцарский нож. На рубеже в 7100 метров Сандрин Баи показывает время 23 минуты, 14 секунды, 3 десятые. Ну и после третьей стрельбы Ольга Зайцева, я напомню, вторая. Восьмая Ольга Пыльева, девятая Наталья Гусева. И мы продолжаем оборонять наши завоеванные рубежи в двадцатке. Пятнадцатая Екатерина Юрьева, шестнадцатая Ульяна Денисова и семнадцатая Юлия Макарова. Смотрим сейчас, насколько же отстает Пылева и Кунын Чао. Отстают от Сандрин Баи. Очень сейчас идет напряженная борьба именно между российской и китайской биатлонистками. Вот она, эта самая отметка 7100 метров. Снова растет преимущество Сандрин Баи над соперницами. Растет, правда, весьма немного, всего лишь на 4 секунды. И продолжает держаться вслед за Ольгой Зайцевой Кун Инчао. Я думаю, что никого особо не удивляет тот факт, что здорово бежит Сандрин Баи по дистанции. Она, в общем, еще и во время спринта, если брать именно скорость, то есть только ход на лыжах, Сандрин Баи была лучшая. Второй была Уши Дизель. Но, в принципе, наши девушки показали неплохой результат. Пылева там была шестнадцатая, шестая, Зайцева восьмая. Но вот сейчас Сандрин Баи очень вдохновилась, видимо, собственными результатами в спринте. И по-прежнему идет здорово. Итак, следующая контрольная отметка. Сандрин Баи ее уже прошла. Семь тысяч семьсот метров прямо рядом со стрельбищем, рядом с четвертым огневым рубежом. Я напомню, что это будет стойка. На отметке семь тысяч сто метров Ольга Пылева восьмая. Вот так сейчас выстрелились биатлонистки. Сандрин Баи первая. Ольга Зайцева отставание 44 секунды вторая. Кун Инчао 45 секунд третья. Далее Лив Грет Куаре, Гро Истат Кристиансен, Андрея Хянкель, Катрин Апель, Ольга Пылева и Наталья Гусева. Ну что, Наталья Гусева по-прежнему идет здорово. Она, кстати, в стойке в последней ни одного промаха не допустила. Так же, кстати, как Ольга Зайцева, Кун Инчао, Андрея Хянкель. Ну вот, пожалуй, и все из первой десятки. И сразу скажу, что лидер общего Кубка мира Кати Вильхельм совсем даже не блещет. У нее два промаха на первой лежке, еще промах на второй и два промаха на первой стойке. Она сейчас занимает только 13 место. Я напомню, что у Кати Вильхельм 584 очка. Сейчас она лидер общего зачета Кубка мира. Пылевая вторая, у нее 574 очка, отставание 10 очков. И мы смотрим, как на последнем огневом рубеже стреляет Сандрин Баи. Всего лишь один промах допускает Француженко. При ее существенном большом преимуществе это не так уж много. Но мы ждем, как же сейчас будет стрелять Зайцева. Зайцева уже на рубеже. И вот стреляет Ольга Зайцева. И рядом с ней Кунын Чао. Итак, соперничество россиянки и китаянки. Кто точнее в стрельбе? Ну а Сандрин Баи, мы видим, уже заканчивает штрафной круг. И дальше летит по дистанции. Кинула взгляд, посмотрела, что же делают ее соперницы. Стреляют, конечно, что же еще делают. Лихо стреляет китаянка. Китаянка отстрелялась. Ольге Зайцева предстоит один штрафной круг все-таки еще проскочить. И сейчас две норвежки стреляют. Вот Фуаре, они уже успели промахнуться. Кунын Чао отстает от Сандрин Баи на 25 секунд. Вот благодаря своей точной стрельбе отыграло отставание от француженки китайская биатлонистка. Ну что же, вот забавно, Сандрин Баи была первой. Кунын Чао отставал от нее на старте на 14 секунд. Так они закончили спринт. Но сейчас гонка преследования, пока ничего не изменилось. Стреляют Пылева и Гусева. У Ольги Пылевой один промах. Наталья Гусева отстреляла здорово. И сразу три немки сейчас пробуют свои силы в стрельбе. Дэн Кингер не единого промаха. Катя Вильхель медлит, не торопится. У Шу Дизель один промах. Но что там покажет Турбо Дизель? Она пока тоже бежит не так, чтобы очень здорово. Итак, еще раз мы смотрим. После четвертой стрельбы Зайцева третья. Отставание от бои 54 секунды. Наталья Гусева пятая. Вот так вот наша Наташа поднимается все выше и выше. И сейчас Наталья Гусева отстается не так уж сильно от Андреа Хенкель, который находится на четвертом месте на 18 секунд. И нам показывают, как летит по дистанции Сандрин Баи. Ну, мы ждем следующего промежуточного рубежа. Я пока напомню, что происходит сейчас в Новосибирске на чемпионате Европы. Вы, наверное, знаете, что мужская эстафетная четверка стала первой эстафетной 4 по 7,5 километров. Сборная команда Украины на втором месте. Немцы третьи. И, кстати, юниорская сборная также выиграла первое место. Что касается нашей женской команды в составе Ирины Мальгина, Елены Хрусталевой, Светланы Шмуратовой, Анны Багали, она тоже была первой. И давайте я уж вам назову состав нашей мужской эстафетной четверки, которая также выиграла золото. Алексей Болтенко, Сергей Баландин, Павел Ростовцев и Дмитрий Ярошенко. Вот наши триумфаторы. И, наконец, мы выиграли и женскую юниорскую эстафету 3 по 6 километров. Ну, в общем, сплошные достижения в Невосибирске. Но, в принципе, и здесь по клюке также очень здорово выступает наша сборная. Я уверен, что вы смотрели блестящую гонку преследованию мужчин. Выиграл ее Николай Круглов. Вторым был Сергей Рожков, Чепиков седьмым. Чудо в тринадцатом. И Иван Черезов в шестнадцатом. Я совсем не напрасно назвал этот результат Черезова. Он, в общем, несмотря на то, что довольно скромный, просто потрясает воображение. Черезов стартовал-то под сорок восьмым номером, оказался в итоге шестнадцатым. Давайте снова вернемся к женщинам. Здесь в поклюке гонка преследования на десять километров. Сандрин Баи пересекает отметку за девятьсот метров до финиша. И вот побежали секунды ее преимущества. Мы ждем, когда же здесь появится китаянка Кун Ин Чао. И также очень интересно, сумеет ли Ольга Зайцева, сумеет ли сохранить, скажем, третье место. Но это будет видно, в общем, вот-вот. Я напомню, что после четвертой стрельбы Ольга Зайцева опережала Андрея Хенкель, которая идет четвертой на двенадцать секунд. В общем, ничего существенного. Китаянка Кун Ин Чао отстает сейчас от Сандрин Баи на тридцать две секунды. Снова растет преимущество. Вот на стрельбе чуть-чуть приблизится к француженке соперницы. Ушли на дистанцию. Снова отыгрывает, причем без видимых усилий, отыгрывает свои секунды, проигранные на стрельбе. Сандрин Баи. Вот так и болельщики миролюбиво-славенские с флагами поддерживают абсолютно всех участниц. Это Сандрин Баи. Здесь публика настроена очень миролюбиво, очень дружелюбно. Перед началом каждой эстафеты играет музыка. Все лихо отплясывают и все довольные. Итак, ждем, ждем следующей контрольной отметки. Вот оно преимущество Сандрин Баи. И Зайцева по-прежнему третий. Идет хорошо. Хенкель отстал еще больше. Но что, если не случится какого-то несчастья, то Зайцева третий должна добраться до финиша. Может это сделать, во всяком случае. Но я имею в виду несчастье, скажем, падение или что-нибудь в этом роде. Наталья Гусева шестая и Пылева седьмая. Шестнадцатая Макарова, семнадцатая Юрьева, девятнадцатая Ульяна Денисова. И проскочила уже еще одну контрольную отсечку за 300 метров до финиша Сандрин Баи. Вот нам ее уже показывают. У нее впереди ничего кроме финиша общего не осталось. Ну что про Сандрин Баи сказать? Она сегодня заслужила эту победу. Показала выдающийся, не побоюсь этого слова, ход по лыжне. Вот она с французским флагом. Едет, ну просто Жанна Д'Арк. Ей что-то общее, вот так издали особенно. И так едет, едет, едет. И финиширует Сандрин Баи. Здорово прошла сегодня француженка. Браво, можно восхититься. Отменный, даже не бег, какой-то полет над лыжней. Может быть, стрельба у нее была и не безупречная. Но в конце концов, зато безупречное было все остальное. И Сандрин Баи блестяще выигрывает гонку преследования. Кто сомневается в том, что выигрывает абсолютно заслуженно. Кун Ин Чао на втором месте. Китаянка все сделала аккуратно. В общем, китайцы и в спорте хороши именно добросовестностью. Явных ошибок не было. И поэтому Кун Ин Чао, которая, кстати, на двух последних стойках не промахнулась ни разу. То есть отстреляла стойку здорово. Также абсолютно заслуженно завоевывает свое серебро. Мы ждем, ждем Ольги Зайцевой. Вот она, кстати, и подъезжает к финишу. Мы ее поздравляем. Отличный результат для Ольги Зайцевой. Был у нее шанс, может быть, и повыше чуть-чуть подняться. Не получилось. Ну что же, стрельба несколько Ольгу Зайцеву все-таки подвела. Вот Ольга Зайцева проигрывает Сандрин Баи. 56 секунд. Совсем не так много, учитывая лыжную подготовку Сандрин Баи. Что тут будет дальше? Была Андрея Хенхель четвертой. Кстати, Лифгрид Пуаре, как из-за неудачной стрельбы, на последнем рубеже скатилась аж на 12-ю позицию. Хенхель четвертая. Симон Денкингер на пятой позиции. Кто шестой? Была Наталья Гусева. Вот Наташа Гусева на шестом месте. И сразу за ней Ольга Пылева. Да, сегодня мы выиграть не сумели. Но мы зато продемонстрировали совокупный, очень достойный результат. Зайцева шестая, Пылева, Зайцева третья, Пылева седьмая, Наталья Гусева шестая. Вот финишируют и Апель, и Истат Кристиансан, и Уши Дизель. А мы, вот еще интересно, как прочие наши биатлонистки. В принципе, мы можем завоевать аж 6 мест первой двадцатки. Вот только где оказалась Лифгрид Пуаре. Со стрельбой у нее по-прежнему не ладится. Тринадцатая китаянка Инь оказалась. В принципе, была шестнадцатая на предыдущей контрольной засечке Макарова. Восемнадцатая Екатерина Юрьева. Что сейчас? Перед то финиширует. Лю финиширует. И вот Макарова тоже хорошо. Юлия Макарова на шестнадцатой позиции. Кто на семнадцатый? Мартина Глагов. Сандрин Баи машет нам рукой. Мы тоже ей улыбаемся. Может быть, чуть-чуть натянута, но сегодня она оказалась вне досягаемости. Никто ее не сумел достать. Да, Мартина Глагов. Кстати, двадцать шестой стартовала. Семнадцатой финишировала. Совсем неплохо для малышки. Ну, малышки, конечно, я имею в виду ее рост. Мартина Глагов. Еще одна отменная биатлонистка. Несомненно, она рассчитывала, наверное, в покрытие на большее. Но и показала неплохой результат в преследовании. Екатерина Юрьева радуется. Нам ее показывают. Здорово. И для Екатерины Юрьевой это с сорок четвертого-то стартового места оказалось на восемнадцатом месте. А вот девятнадцатая и Ульяна Денисова. Ну что, сегодня и ближайший резерв нашей сборной показал себя с самой лучшей стороны. Так и есть. Мы завоевали шесть позиций. Шесть позиций в первой двадцатке. А уж, если быть совсем откровенным, то, собственно говоря, все наши девушки, которые принимали участие в гонке преследования и оказались в первой двадцатке. Думается, что доволен в Новосибирске Валерий Николаевич Пальковский. Доволен и Александр Александрович Телефонов, который отвечает за подготовку женской нашей команды. Он-то здесь в поклюке, довольны и другие тренеры нашей сборной. Ну и, конечно, наверное, нужно пожалеть, что Сандрин Баи сегодня оказалась столь легко на лыжне. Ну, наверное, не стоит сильно изумляться именно результатом Сандрин Баи в гонке преследования. Если говорить о малом Кубке мира, вот как раз о гонке преследования, то перед началом этой гонки, после шести, шести гонок Сандрин Баи занимала первое место. У нее было 216 очков. Из шести состоявшихся гонок она две выиграла. Еще один раз в Остерсунде была второй. Вот сегодня опять выиграла, а значит, записала у нас его счет очередные 50 очков. Но, правда, я напомню, что и Ольга Пылева в этом самом малом Кубке мира, если говорить о гонках преследования, занимала престижное второе место. Ну и Пылева сегодня тоже оказалась в очках. Я напомню, что Ольга Пылева пришла к финишу седьмой, то есть завоевала 32 очка. Ну, а что касается Ольги Зайцевой, которая завершила сегодняшнюю гонку преследования на третьем месте, то она 43 очка записала, добавила на свой лицевой счет. На этом, пожалуй, все самое интересное в гонке преследования завершилось. Я напомню, что на этом не завершается этап в славянской Поклюке. В воскресенье состоятся еще два Мастарта и мужской, и женской. И, конечно, телеканал «Спорт» обязательно покажет обе гонки, оба Мастарта. Анна Лор Миньерея, француженка на ваших экранах. Кроме того, после завершения этого этапа Кубка мира здесь в Поклюке, после завершения чемпионата Европы в Новосибирске, наша сборная уже отправляется на сбор в Австрийские Альпы, где будет готовиться к чемпионату мира в Хохфильцине. На этом телеканал «Спорт» заканчивает свою сегодняшнюю трансляцию с восьмого этапа Кубка мира в славянской Поклюке. Закончена гонка на 10 километров, гонка преследования у женщин. Я напомню, что выиграла ее француженка Сандрин Баи. Вместе с вами «Биатлон» смотрел Владимир Стогниенко. Всего хорошего. Смотрите «Биатлон» на телеканале «Спорт». До свидания. Он завоевал свое первое олимпийское золото в далеком 1988. Но даже спустя 17 лет его результаты не по зубам многим молодым соперникам. Самый опытный спортсмен нашей сборной возглавляет зачет Кубка мира в индивидуальных гонках на 20 километров. Сергей Чепиков. Кубок мира по биатлону. Только на канале «Спорт». Субтитры создавал DimaTorzok